Проверка заведения на причастность к незаконному обороту наркотиков проводилась в рамках межведомственной операции МАК. В оперативно-профилактическом мероприятии участвовали сотрудники райотдела наркоконтроля городского УВД Сочинской Росгвардии, Управления по профилактической работе с населением администрации города. Всему персоналу, а также лицам, которые по внешним признакам попали под подозрение в употреблении наркотиков, было предложено пройти экспресс-тест. Из 18 посетителей и работников заведения, у четверых, и это все сотрудники клуба, наркотест оказался положительным. Медицинское освидетельствование показало, что они употребили вещество каннабисной группы. Один из мужчин, 20-летний уроженец Ирана, работал кальянщиком. Оказалось, что в России он находится нелегально. Двое других молодых людей работали в должности барменов. Оба 28 лет, оба иногородние. На курорт приехали из Уфы и Ставрополя. Еще один 33-летний наркопотребитель прибыл из Адыгеи и трудился диджеем. Всех четверых привлекли к административной ответственности. Материалы переданы в районный суд. В отношении нелегала принято решение о его депортации по месту проживания в Узбекистан. Этот клуб нами был выбран не случайно. В прошлом году буквально там был задержан 30-летний сочинец, который работал диджеем в состоянии, находился сам в состоянии наркотического пьянения и под пультом у него было изъято достаточное количество эмфетамина. Он торговал ими. Задержанный диджей был осужден и в настоящее время находится в местах лишения свободы, отбывает наказание.